МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Жители авиатора боятся маньяка. Люди обсуждают несколько нападений на женщин. В полиции другой счет. Подробности через минуту. Герои в Каменке выбрали сами люди, а губернатор поблагодарил отважных. Правильно сказать, по-настоящему героизм, который теперь живет с нами рядом. Ачинцы пострадали от организатора детского отдыха. Смотрите расследования наших коллег про бизнес любой ценой. А еще узнаете, где перекроют движение и сколько стоит укрыть фонтан. В Ачинске завелся маньяк. Такую тревожную новость обсуждают жители города. По словам людей, он нападает на женщин. Одна из жертв обратилась в телеканал ОСА. Я человек не робкого десятка. И помогите, кричу только уже, когда все уже. Светлана. Имя героини мы изменили, а лицо не показываем по ее просьбе. Сегодня уже пришла в себя. Все произошло в прошлое воскресенье. При свете дня и не где-то в гаражах, а на дороге перед домом. Женщина в 8 утра возвращалась с ночной смены. О нападении рассказывает все в деталях. Я шла по этой дороге. Вот здесь я почувствовала, что за мной кто-то идет. Ну идет и идет. А когда я услышала ускорение сопинику, это непонятно. Я вот здесь решила повернуться. Но мне этого не дали. Я думала, что со мной шутят. Я решила еще раз повернуться. Меня сходу завалили вот в это место. Канаву. И борьба была здесь. Убежал он потом вот туда, между домами. Нападающий вел себя, как зверь. Сопел и издавал звуки, похожие на рычание. Лица женщина не разглядела. Увидела, что мужчина был залысенный, невысокий, но крепкий, среднего возраста. Захват, по словам пострадавшей, был как у борца. Еще запомнила джинсы с серыми прожилками. Все длилось около двух минут, говорит Светлана. Ну, брюки он с меня не пытался снять. Единственное, что, ну, как грубо сказать, ну, облапал все. И причинил мне физическую боль. То есть, а какие-то там синяки остались, нет? Да, на груди. Все. Грудь ему было больше всего. Да, да, да. Светлана сразу же сообщила в полицию. Наряд, по ее словам, приехал не сразу. Так что по горячим следам полицейские не искали. По своим женским каналам женщина узнала. А еще как минимум в двух нападениях на женщин. По городским слухам произошли они в разных частях города. Еще на втором микрорайоне и на ЮВР. В полиции версию о маньяке не подтверждают. В пресс-службе УВД говорят, есть только одно заявление о сексуальном домогательстве. И оно от Светланы. Вот какой результат работы полицейских. По данному факту сотрудники участковых и полномоченных полиции проводили проверку в рамках статьи 6.1.1 кодекса об административных правонарушениях побои. Согласно данной статье, лицо, совершившее данное деяние, подлежит административному наказанию. Нарушителя полиция пока не нашла, но, уверяют, ВВД ищут. Если мужчину найдут, то ему грозит до 20 часов исправительных работ, штраф до 30 тысяч рублей или арест до 15 суток. Подчеркну, нарушение, а не преступление. Но жители авиатора на всякий случай проводят инструктаж своим детям, подросткам. Мария Липченко, Вильдан Калимулин, телеканал ОСА. Губернатор Александр Ус накануне в Красноярске наградил жителей Каменки, которые помогали другим при эвакуации, при взрывах в воинской части. Чисто по-человечески хочу действительно выразить искреннее уважение и благодарность тому, как вы сориентировались, как себя повели. Назвали этих людей героями, как утверждают в пресс-службе правительства края, сами жители Каменки, когда Александр Ус приезжал в пункты временного размещения в Малиновке и в Красноярске. Жители рассказывали губернатору, как им помогали другие спасаться от взрывов. Благодарность губернатора получили пятеро. Шеф-повар Малиновки Татьяна Охремюк кормила эвакуированных в пункте временного размещения. Александр Качки на тракторе держал шлагбаум на переезде, когда его заклинило от взрывов. Две сотрудницы садика, воспитатель Елена Попадык и заведующая Анастасия Русских, эвакуировали детей. А Владимир Клепиков в прицепе вывез 18 человек. Я, как ехали, там бабушки бежали, мы их собирали. Там ребятишек, это женщина с ребятишками была тоже. Кого в телегу, кого в машину запихали. Министерство обороны Российской Федерации по центральному военному округу. Конечно, героев Каменки гораздо больше, и вряд ли кто обидится, если его поступок не отметят грамотой и благодарностью. Каменка для Ачинцев стала испытанием на человечность. И большинство его прошли. В рубрике «Цифра дня» сегодня больше полумиллиона рублей. Столько денег потратит мэрия на укрытие городских фонтанов. Их в городе два. В сквере металлургов планируется установить антивандальную металлическую сетку, чтобы ограничить доступ детей и не только в чашу с водой. На фонтан у гордыка нужно зимнее одеяло, чтобы в холода техника или просто куча снега не повредили дорогое оборудование. Таким укрытием будет деревянный помост из бруса и ОСБ. Прошлой зимой крышу сделали хлипкой, и она не выдержала натиска детворы. Сейчас, как заявили и у директора Центра обеспечения жизнедеятельности Дмитрий Книга, конструкция будет крепче. Депутаты горсовета пригрозили, что каждый год на крышу для фонтана не будут выделять городские деньги. Нужно сделать надежно. Наша аптека теперь работает и днем, и ночью. Наша аптека рядом с вами 24 часа в сутки. Ждем вас по адресу 2-й микрорайон, дом 23, справа от Водолея. Новинка в сети быстрого питания «Жаркая поляна». Помимо традиционной продукции, в продаже появились сибирские пельмени ручной лепки в удобной упаковке. Готовы будут уже через 3 минуты. Вкусный обед без лишних хлопот. Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства по улице Трудовых резервов 5 продолжает наборно-очное и заочное отделения по специальностям. Специалисты по обслуживанию дорожной техники, механизации сельского хозяйства, специалист по обслуживанию автотранспорта, сварочное дело, банковское дело. Справки по телефону 73640. Ачинцы пострадали от корпорации «Детство». Это красноярская фирма, которая организует детский отдых. Наши коллеги с «Восьмого канала» провели расследование и выяснили, как детский бизнес зарабатывает деньги. После ЧП с гибелью детей на Сямо-Озере, с жертвами в лагере Халдуми, казалось, что и одного такого урока хватит на всех. Но жажда наживы, похоже, сильнее. Расписали, что будет это на природе, все замечательно, красиво, все хорошо. Сын Катерины Вундерн мечтал попасть в летний лагерь с корпорацией «Детство». Ради этого распотрошил детскую копилку, подтянулся по учебе. Путевка на две недели в Красноярске с модными тренингами, школой блогеров, как обещали организаторы, стоила, как заграничный тур, 30,5 тысяч. Причем родители оплачивают 50-процентную бронь заранее, а за две недели полностью рассчитываются с фирмой. Когда до заезда остается 10 дней, мальчик ломает руку. По договору, уверяет девушка, они успевают сделать полный возврат денег, отказавшись от путевки. Мы более того, через два дня мы предоставили ребенка на наше место. Причем так ловко и умело закрутили. Я говорю о том, что поедет вместо нас человек, договор переоформите только и все. С деньгами мы вопрос решим. Тут сразу же появилась информация о том, что это ООО, это все серьезно, нужно правильно оформить. Вам будет возврат через пять дней, как только вы предоставите документы. Все в истории Екатерины означает, что с середины июня и до середины августа они с трудом выцарапали только половину суммы. Полностью, говорит наша героиня, хозяйка корпорации детства рассчиталась лишь, когда с ней связались журналисты. Я понял, что здесь присутствует, скорее всего, мошенничество. Директор гостиницы «Сосновый бор» Дмитрий Нехорошев с корпорации детства, как говорят в народе, попал на сто с лишним тысяч рублей. Столько, говорит он, по договору должна заплатить корпорация детства за недельный отдых 25 детей и педагогов в «Сосновом бору». Но, по словам Дмитрия, директор фирмы якобы забыла банковскую карточку и при выезде не смогла рассчитаться. Обещала перевести деньги позже и, правда, перевела еще пять тысяч и одну тысячу рублей. Сегодня Дмитрий Нехорошев обратился в полицию с заявлением на хозяйку корпорации детства. Схема следующая. Она заключает договор, бросает предоплату в размере 30%, и последующие 70% она должна была рассчитаться после выезда. По каким-то причинам она не может рассчитаться. На нее подают в суд, но это взаимоотношения юрлиц. И все это она спокойно уводит в арбитраж. Арбитраж она проигрывает, с нее взять нечего. И так как это юрлица, не уголовная ответственность, и она спокойно дальше продолжает таким образом действовать. То есть она заезжает на базу, кидает предоплату и потом не рассчитывается. Работой корпорации детства заинтересовались правоохранители. Прокуратура Девногорска проверила одну из смен на загородной базе. После этой проверки суд приостановит фирме деятельность по организации детского отдыха. Было установлен факт размещения несанкционированного лагеря, который был организован Красноярской организацией корпорации детства. В нарушении требований законодательства о защите прав ребенка, а также законодательства при организации летнего отдыха и оздоровления, у данной организации не было разрешительной документации. Кроме того, данная организация не обеспечила сопровождение медицинским персоналом детей при организации отдыха. Также при проведении данной проверки были выявлены многочисленные улучшения пожарной безопасности. Несмотря на запрет, как выяснили журналисты 8 канала, корпорация детства продолжает зарабатывать на детском отдыхе уже нелегально. Вот полиция, прокуратура и спасатели обнаружили около 20 детей на базе. Как утверждают наши коллеги, почти без присмотра и с как бы вожатым от корпорации детства. Детей вывозят из лагеря в тот же день. При этом сама хозяйка фирмы, известная в Красноярске педагог и психолог, по телефону журналисту заявляет, они не занимаются детским отдыхом. Долги перед родителями и базами отдыха, по словам директора корпорации детства, это их личное отношение. Вот ее комментарий. Мы косяк отправили. Все нарушения устранены. Правильно понимаю? У нас впереди выпускные, у нас впереди проекты другие, детские дни рождения. Кроме отчинцев, пострадавшие от корпорации детства родители есть и в других городах. А базы отдыха, которые не могут выбить долги из фирмы, есть не только в крае, но и в соседних регионах. Похоже, уроки страшных трагедий, в которые гибнут дети, учат не всех. Наталья Сусанина при поддержке Восьмого канала. Генерал-полковник Центрального военного округа Александр Лапин убыл из Каменки. Он с самого первого дня руководил ликвидацией последствий после взрывов на складе боеприпасов. 12 августа он заявил, к лету 2020-го арсенал должен быть полностью расформирован. Также отметил, что непригодные боеприпасы будут утилизированы, а вся территория склада будет очищена и абсолютно безопасна. В Ачинске на празднование Дня нефтяника перекроют дороги. Случится это в четверг и пятницу. 29 августа с 15.30 до 21.00 для водителей будет действовать ограничение движения по маршрутам, начиная от улицы Черемуховой, все подъездные пути от Дружбы народов и 4-го привокзального. А 30 августа в пятницу с 14.00 до 21.30 ограничат движение на въезды и парковку перед гор ДК со стороны улицы Кравченко. Водителям рекомендуют выбирать свой маршрут заранее. 12 тысяч юных Ачинсов из 17 образовательных школ услышат школьные звонки уже в понедельник, 2 сентября. Есть и те, кто придут на школьные линейки впервые. Это первоклашки. Их более полутора тысяч. Во всех школах линейки пройдут с 10 до 12 часов. В магазине Шалуны огромное поступление школьной одежды, а на школьную обувь действуют скидки до 50%. Первый микрорайон, ТЦ Плаза, второй этаж. Компания Синт представляет новый тариф Интернет плюс КТВ. 60 мегабит в секунду. Более 100 ТВ каналов в высоком качестве. Неограниченный просмотр видео на Ютуб и Иви. И это всего за 500 рублей в месяц. Подробности тарифа спрашивайте в офисе оператора. В рекламную компанию Ореол требуется специалист по изготовлению наружной рекламы, дизайнер. Опыт работы. 8 923 327 1333 Сегодня в одной из аптек день открытых дверей. Только один день бесплатно проводится обследование стоп на наличие плоскостопия. С помощью плантографа можно определить, какой именно вид плоскостопия у вас. Поперечный, продольный или смешанный. У вас присутствует комбинированная плоскостопия. То есть и продольная, и поперечная. Такой диагноз не редкость. Говоря проще, это деформация стопы. У здорового человека Костя образует арку в ее средней части. Арка помогает распределять нагрузку при ходьбе. Заинтересованных в здоровье своих ног сегодня оказалось немало. Решила, ну, так сказать, проверить ноги, проверить суставы, проверить стопу. Поэтому вот я здесь. Немного есть проблемы, поэтому пришла провериться. Да, работа связана с постоянным нахождением стоя. Есть несколько причин для развития плоскостопия. Первая – ногам не хватает нагрузки. Или наоборот, нагрузка слишком большая. Речь идет не только о ходьбе, но и о лишнем весе. Наследственность – это вторая причина. Травмы тоже оставляют свой след. Если степень плоскостопия небольшая, то оно не доставляет неудобств. Но если стопа деформировалась сильно, появляется дискомфорт. Что будет, если не обращать внимание на плоскостопие, рассказала специалист по ортопедии. В дальнейшем потом начинают страдать колени и позвоночник, конечно же. Из-за того, что мы с вами неправильно стоим, у нас неправильно идет распределение нагрузки массы тела. То есть либо мы стоим больше на пятках, либо стоим, наоборот, больше на передней части стопы. Сегодня прошли обследование 80 человек. Из них здоровой стопой обладают только пять. Не лечить стопы особенно опасно детям, потому что все кости позвоночника и суставов еще растут. А формирование стопы происходит до 14 лет, поэтому все изменения полностью обратимы. Профилактика плоскостопия проста. Достаточно не набирать большой вес, заниматься спортом специальной обуви и не носить ежедневно обувь на высоком каблуке. Если же диагноз «поскостопия» поставлен, то нужно как можно скорее начать лечение. Для этого можно приобрести специальные стельки и обувь. В сети «Губернские аптеки» в аптеке номер 360 большой ассортимент ортопедических стелек в наличии и под заказ, а также ортопедической обуви. Подобрать стельки можно по размеру и взрослым, и детям. Стельки для закрытой обуви на жесткой основе, для обуви на высоком каблуке, а также для занятий спортом. Всем привет моим друзьям! Нет, остановись! Ну что, Ачинск, вот они остались в последние деньки теплых дней, 4 дня до окончания летнего сезона. И так и хочется закричать «Лето, не уходи!» И вы знаете, что мы сегодня придумали с нашей редакции? Сегодня мы вышли в город, чтобы спросить, как Ачинск провели это лето, ну и чтобы продлить этот мимолетный, мимолетный просто вкус солнечного дня. Мы решили сделать кое-что, а что сейчас узнаете. Вот последние 4 дня лета, ну что нужно сделать нам с вами, или вообще вам, или мне, чтобы лето еще продлилось и стать еще счастливее? Ой, я не знаю, что сделать. Мы и так, наверное, счастье, погода хорошая, город красивый, радоваться, наверное. Что нужно сделать тебе, чтобы в последние деньки лета стать счастливее еще? Поиграть с друзьями, хорошо провести время. Вот для меня провожать внука-правнуков в школу. А давайте сегодня вместе посыл во вселенную сделаем, чтобы лето продлилось. Знаете как? Нет. Обнимашками. Да. Что нужно сделать, чтобы стать еще счастливее? Уехать на море. Реально, приземлем. Ну давайте, наверное, пойти в лес за грибами, это самое актуальное на данный момент, ну, собрать урожай, который мы все-таки за лето все растили. Что нужно сделать вам, чтобы стать еще счастливее? Давайте думайте. Чтобы лето не кончалось. И она со мной училась. А еще? Ну, такие стильные девчонки, давайте. Нагуляться. Нагуляться от души. Еще, чтобы никогда, еще, чтобы была такая теплая погода так же. Знаете, что для этого вам делать? Нет. Обнимашки, чтобы во вселенной. Будем обниматься. На, вместе. Что нужно сделать последние деньки за четыре дня, чтобы стать счастливым? Нужно хорошо погулять, встретиться с всеми друзьями. Как провело лето? Отлично. Отлично? Да. То есть это было суперское лето или лучше, чем было? Лучше, чем было. Больше улыбаться. Отлично. Сегодня мы с Игра Маса делимся друг другом позитивно. Вы знаете, как продлить лето? Ну, вернусь, опять-таки к морю. А еще, а знаете, что-то как? Обнимашками. Давайте, обнимемся. Давайте. Чтобы лето не кончалось. Обниматься будем? Давай. Все, лето еще на два дня прибавилось. Спасибо. Спасибо. Спонсор прогноза погоды компания Енисей Агра. Компания Енисей Агра предлагает жителям Ачинска мясо свинины, говядину и курицу в большом ассортименте и по приятным ценам. Мы находимся на край базе Кирова-3, склад 10. Продолжение следует. Продолжение следует.